И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик, сегодня у нас довольно таки неожиданный видеоролик, не планировал я записывать его на данную тему, но уже завтра в игре у нас пройдут довольно таки масштабные правки в балансе и я посчитал нужным сегодня записать видеоролик на эту тему, рассказать вам что изменится, есть у меня пару недовольств каких-то определенных, есть конечно и позитивные вещи, которые изменятся у нас завтра. Ну и обо всем этом мы сегодня поговорим, также ребят сразу же бы хотелось бы сказать, что если бы вы хотели бы увидеть видеоролик уже завтра с данными правками в балансе, с самыми интересными устройствами, с самыми интересными дронами, забегая вперед, если кто ребят не знает что на завтра там поменяется, если вы хотите чтобы я уже потестил все это дело завтра, рассказал вам что лучше использовать, потому что довольно таки много устройств у нас будет завтра изменено, например на условный молот там 4 устройства поменялось в балансе, да, какое оно, какое будет лучше использовать, то есть если вы хотите увидеть такого плана видеоролик, то обязательно не забудьте прямо сейчас поставить палец вверх на данный видеоролик и также не забывайте написать комментарий, что у вас есть желание, чтобы я вот это вот дело все записал. Давайте начнем наш сегодняшний видеоролик с рассказа про устройство, ну а потом уже переместимся к дроном, потому что по дроном реально может быть у меня начнет немножко подгорать, поэтому я не хочу сразу начинать с бомбежки подобного рода видеоролик, потому что по сути в данном балансе, да, есть позитивные вещи, например, вводы новых карт, плюс апы рикошета, два устройства на рикошет апнуты, что касаемо берсерка и что касаемо плазмофакела, и это реально круто, я думаю, что обязательно мы завтра затестим данные два устройства, к слову, у меня плазмофакела до сих пор не было, завтра мы его приобретем, потестим, потому что, ну, быстрее лететь снаряд будет, ко всему этому уже какой-то совсем другой баланс данной пушки будет иметься, что касаемо берсерка, так там я думаю, что вообще баллон будет очень медленно падать, и за счет этого можно будет реально вытягивать на данном устройстве, кто не знает, устройство берсерк это то самое устройство, на котором за килл противника у вас полностью восстановляется баллон, и если баллон по сути медленно падает, это значит, что вы постоянно сможете уничтожать противника, и за счет этого постоянно иметь фулл баллон у себя в копилке. Я пока только так думаю, что устройство будет реально супергодным, завтра мы, конечно же, все это дело затестим, и по рикошету, в принципе, на этом все, но вот что касаемо молота, то здесь у нас правки только в лучшую сторону, если честно, потому что, как вы знаете, сейчас большинство игроков играет у нас на молоте с устройством дуплет, я полностью вообще не поддерживаю данное устройство, именно из-за него, можно так сказать, я перестал вообще полностью использовать данную пушку, потому что она для меня стала, ну, вообще неинтересной, просто, условно говоря, вы берете данную пушку, выстреливаете два выстрела без особого какого-то скиллозависимого движения, и все, да, вам не надо там как-то потеть, как-то там пытаться загеймплеить очень красиво, чтобы уничтожить противника, вам надо просто два выстрела в один тайминг дать, и все, и вы уничтожаете противника, то есть, ну, интерес к пушке абсолютно вообще пропал полностью, и я считаю, что вот из-за завтрашнего обновления у меня появится новое желание играть на данной пушке, потому что, по сути, все устройства, кроме дуплета, дуплет нерфят, все устройства, что касаемо огненного дыхания дракона, как-то так, короче, называется устройство, это которое при выстреле молота поджигает противника танк, его подняли, подняли, подняли все те устройства, которые мы использовали с поворотом башни, то есть, да, с кучностью стрельбы на данной пушке, то есть, ну, по сути, очень достойное обновление, и завтра мне придется прям вот реально покатать, чтобы понять, какое устройство лучше вообще использовать, потому что, по сути, и кучность на молоте довольно достойное устройство, и устройство, которое восстанавливает также фулл баллон, да, может быть, в какой-то степени оно не будет так сверх круто нагибать, но плюс один выстрел, это в какой-то степени тоже неплохой ап, и я считаю, что это точно надо потестить, это надо посмотреть и решить, какое устройство сейчас будет больше нагибать. Я считаю, что если то самое устройство, которое дает кучность у нас молоту, я, если честно, уже не помню, как оно называется, потому что явно сейчас мало играю на данной пушке, сейчас я быстренько чекну, как оно, слагер, слагер, что касаемо слагера, да, если у нас при этой самой кучности будет довольно быстро поворачиваться башня, и еще там будет скрытый ап перезарядки, то есть перезарядка чуть станет быстрее, то я считаю, что это будет реально достойное устройство, и уже со слагером намного веселее, намного интереснее будет играть в матчмейкинговых битвах. Что касаемо вообще матчмейкинга, здесь у нас тоже есть довольно-таки интересное обновление, это то, что у нас завтра уже появятся новые карты, и появятся они во всех режимах, к слову, тот же Перекресток, ну, я уже давно про него, ребят, вам говорил, если не ошибаюсь, то даже не только на стримах, но и были какие-то видосы, в которых я упоминал, то, что было бы вообще разумно ввести данную карту в матчмейкинг, и ее вводят. Молотов, тоже довольно-таки интересная карта, и, если не ошибаюсь, еще была какая-то карта, но я сейчас ее забыл, но не суть, в общем и целом, Молотов и Перекресток, это реально те карты, которые являются не особо большими, и являются довольно-таки интересными, поэтому будет довольно-таки неплохо, если завтра у нас удастся даже на них покатать во время теста наших всех устройств, но если не удастся, то на стримах точно покатаем, посмотрим, как там вообще баланс обстоит. Я думаю, что Перекресток это что-то схожее будет с Сандалом по вообще структуре карты и по тем действиям, которые можно будет реализовывать на ней. Что касаемо Молота, то, ну, там вообще такая очень маленькая, и карта, на которой можно доставлять довольно-таки быстро флаги, да, я понимаю, что что Перекресток, что Молотов чуть-чуть расширят, данные карты станут чуть-чуть побольше, но все равно они останутся такими более маленькими, как Сандал, и там можно будет быстро поднимать звезды, довольно быстро уничтожать противника, и быстро заканчивать сами катки, досрочки делать, это довольно-таки достойная тема. Что касаемо, ребят, теперь самого интересного. Самого интересного и самого бомбического, наверное, для меня, я, честно говоря, был расстроен, потому что еще вчера на стриме я говорил такие вещи, как бустер, это тот дрон, который не нужно менять, который им будет везде, и сегодня у нас поступила информация, что уже завтра данный дрон будет понерфирован, и это, конечно, печально. Это, конечно, печально, это печально то, что уже не будет такого большого преимущества за счет данного дрона, и сегодня, по сути, я играю последний день на таком вот интереснейшем и достойнейшем нашем дроне, но есть и хорошая нотка в данной моей грусти, это то, что у нас будет новый теперь имбовый дрон, который будет называться Защитник. Безусловно, в ближайшее время я попытаюсь его сразу фулл прокачать, если не ошибаюсь, то у нас уже на этих выходных будут скидочки в магазине, я думаю, что также по этому поводу я запишу видеоролик, где расскажу вообще про скидки, про дисконт уикенд, об этом сегодня я не буду уже упоминать больше. Ну и тогда я уже и прокачаю данного Защитника, сделаю его фулл. В чем плюс Защитника, ребят? Ну, смотрите, вся фишка в том, что сейчас я в матчмейкинге завишу от одного припаса. Это ДДшка, это двойной урон. По сути, при грамотном прожатии данного припаса я могу очень много и в нужный тайминг зарабатывать опыта. Что касаемо Дронозащитник, то здесь ДДшка меняется на броню, да, то есть в какой-то степени это хуже, потому что за счет ДД вы довольно быстро могли зарабатывать опыт, да, и использовать уже режимы такие, как ТДМ, как ЦП, где, ну, не надо особо долго жить, а где можно быстро наносить урон по противнику и спокойнейшим образом за счет этого вытягивать. Что касаемо Защитника, то это Дрон, который поднимает вам броню вашего танка в два раза, в два раза, и все это будет работать в течение 20 секунд при максимальной прокачке. Вы просто представьте, да, условно говоря, у меня есть Викинг М4, 3000 хп, с данным дроном и с броней я буду иметь 12000 на 20 секунд. Вы просто представьте, это мини Год Модеон, да, Год Модеон там 16000 хп, или сколько у него сейчас, я не знаю, может там 20, ну, не суть, да, на Викинге 12000 будет у вас хпшки. И вы вот представьте, вы заходите на вражескую базу, например, в режиме захват флага, прожимаете броню в тайминг и спокойнейшим образом увозите флаг, потому что вас не смогут слить. Что может быть круче? Да, вы не сможете быстро нанесить урон по противнику, вы не сможете быстро его уничтожать, но зато вы сможете прожать броню и спокойнейшим образом увезти флаг, доставить и все, все вам не надо, там никаких ДДшек больше, просто ДА прожали и уехали спокойнейшим образом. Вот такой вот дрон, я не знаю, насколько круто он будет работать, я точно знаю, что бустер был круче в плане набора опыта, что с защитником не получится так быстро все это дело набирать, но разработчики решили сделать так, чтобы игроки прокачали уже новые дроны, потому что понимают, что сейчас все в матчмейкинге зациклено именно таки на бустере. Посмотрим, что принесет нам защитник, насколько он будет эффективен, все это дело мы с вами, конечно же, прочекаем, просмотрим, но на сегодня данный видеоролик подходит к концу, довольно поздно он выходит, нестандартно для меня, но обязательно он должен был быть сегодня, как по мне, если он понравился, ребята, и вы не поставили до сих пор палец вверх, обязательно поставьте его прямо сейчас, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг, ребята, не подписаны, также, ребята, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо, ребята, за просмотр, ждем завтрашнего дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok